Итак, друзья, всем привет! Накопившиеся новиночки, скорее всего, часть пятая, Биоси. В этот раз у нас с вами идет продолжение, да, вот этот крем мы с вами протестировали. Далее идет компактная пудра Биоси, 16,5 грамм, она идет в трех оттеночках, такая вот пластмассовая интересная упаковочка. Так, тут уже ничего не открывается, ой, ногтем ковырнула, да, то есть, ну, вот такая вот она, без спончиков, без всего, то есть, будем использовать с вами кисточки. Далее она идет в таких вот коробочках получается, очень даже таких простеньких, хорошеньких, цвета такие свежие, приятные, мне нравятся такие вот оттеночки. Ну, и начнем. У них тут ваниль, абрикос, песок, к сожалению, артикулы я только что попутала, но я надеюсь, что я не ошиблась, да, интуитивно будем с вами смотреть. Итак, значит, ваниль, пошла-поехала, да, то есть, вот такая вот ванилька. Далее идет абрикос, ну, мне кажется, что это абрикос или вот это абрикос, даже, если честно, не знаю, скорее всего, наверное, ну, в общем, вы поняли, в каталоге они не совпадают со цветом, поэтому я думаю, что абрикос вот это, да, такая слегка с желтиночкой, пудры такие ничего, и песок, песок, мне кажется, что она должна быть самая такая вот темная, да, значит, вот ваниль, вот это вот ваниль, это абрикос, а это, наверное, песок, самое-самое темное, то есть, ну, выбор такой интересный. Ну, что ж, давайте будем смотреть, как оно на лице. Вот так, самый светлый оттеночек набирается хорошо, ложится тоже хорошо, я люблю тоналочку именно так накладывать, ну, я не знаю, пудры тут, мне кажется, что клевая, да, то есть, набираются нормально и наносится тоже, угу, наносится тоже отлично. Тональный крем на мне, вроде бы нормально, сейчас еще не в камеру поближе, посмотрю, хорошо, хорошо, угу, далее более такой темный оттеночек у нас с вами получается, его я хочу, видите, тут артикул, да, 3605, это не он, вот, то есть, я хочу вот тут вот посмотреть, ну, кстати, да, он тоже сойдет за мой тон, потому что я прям поверху наношу, и он меня не темнеет, они потому что очень сильно похожи, да, один с легкой желтинкой идет, а другой такой вот, да, то есть, ну, практически разницы нет, а вот этот вот, самый-самый темный, да, мне кажется, он уже подойдет чисто как контуринг, вот, да, то есть, он темный такой, темный, желтый, он идет, подходит как хайвайтер, сейчас посмотрим, как он тушуется, потому что светлые любви, их особо незаметно, да, то есть, вот этот вот прям, прям его видно, и видно его очень хорошо, ну, да, пудра ложится таким плотненьким слоем, я бы сказала, так, неплохо, много его набирать не нужно, ну, это, наверное, из того разряда, когда мы с вами можем пудрой делать неплохой контуринг, интересный, интересный, темный очень, вот, но она такая темная, это для афроамериканских красоток, мне кажется, потому что, ну, с чего бы ей такой вот прям темный быть, ну, вот, хайлайтер, очень, у меня есть еще один, ой, скульптор, скульптор, у меня есть еще один, хорошо оттеняет, очень, я только так и буду пользоваться, потому что, по-другому никак, да, то есть, вы видите сами, она для меня темновато, но я очень много пудр, из-за того, что я такая светленькая, вот, часто спрашивают, куда одеваете, косметику, которая вам не подходит, ну, вот, таким образом, это пудра, но для меня она не пудра, да, для меня она, то, что делает тон, да, согласна, хороший тон, шикарный тон из расхода, ну, как вы видите, оттенок очень темный, девчонки, кто на меня ориентируются, я думаю, увидят сейчас, что такое брать им не нужно, девочки, более смогла кожа, поймут, что да, от них, такие вот образы, ну, еще раз хочется повториться, как и в прошлом обзоре, я говорила, что вот эти оттенки не похожи на оттенки, которые мы получаем с вами вживую, вообще нисколько, тени, значит, ночная дымка 203-207, да, артикул у них идет, изумрудное дерево 203-208, да, вот такие вот они, матовые, получается, у меня есть не все, у меня нет солнечного ириса, и вот еще такие тени розовый песок, тоже, как вы видите в каталоге, давайте я прям увеличу для вас, и вы увидите, они не совпадают, да, то есть вообще нисколько, разница прям глобальная, да, если тут он какой-то светло-коричневый, то тут насыщенный коричневый, тут ярко-розовый, тут такой не очень, то же самое с зелеными тенями, да, зеленые тени куда наиболее насыщенный, вот, поэтому на цвета в каталоге я не знаю, стоит ли обращать внимание, ну вот синий более-менее похож, но в серые темнее в живую получается, да, то есть они не матовые, смотрите-ка, поблескивают, так, ну что ж, давайте начнем с ночной дымки, значит, такой вот серый приятный оттеночек, и такой вот синий приятный оттеночек, оттенки действительно красивые, клевые, переносится хорошо, чувствуется, что в них есть какой-то небольшой такой вот шиммер, они слегка, получается, поблескивают, да, если вот так вот прям близко-близко вам показать, то такие блестюнчики, так, да, что-то прибавило света для вас, вот такие вот блестюнчики, интересные, так, сначала, конечно же, я беру серенький оттеночек, серенький, в принципе, кисточкой переносится отлично, тушуется тоже хорошо, подходит вид под смоки айс, хороший тень, я бы сказала, практически не крошится, ну, когда мы наносим макияж кисточкой, очень много теней крошится, если честно, это вот не особо такой показатель, вот, далее давайте с вами будем смотреть, вот это вот дело, синий, синий вечная проблема, практически во всех компаниях, и тут синий неплохой, значит, взяла я излишек, ну, когда все блестит, мерцает, в принципе, красиво и так, ну, вот, вживую прям идеальный макияж, осталось прям реснички и все, и вот, все прям, вау, следующие тени, получается, у нас с вами розовый песок, вот такие вот коричневые, тоже очень приятные тени, синие, я вам честно скажу, меня удивили, обычно, знаете, бывают, осыпаются, низкопигментированные, но нет, эти тени прям шикарные, и еще, знаете, они будут хорошо вот с этими сочетаться, потому что розовый с синим сочетается отлично, так, давайте прям увеличим и посмотрим, да, ну, этот прям рыженький такой цвет интересный, так, ну, и давайте делать, получается, розовый макияж, сейчас, как получится, такие розовенькие, приятные тенюшечки, идут с легкой такой блесточкой, их можно даже на все веко нанести, потому что они такие непроблемные, я бы сказала, да, такие скромненькие, неплохо, неплохо, так, коричневые, ну, они такие, видите, а рыженькие, вот, если розовый цвет, он действительно красивый, то эти, они прямо рыжие, хотя они хорошо пигментированные, но это чересчур такой, знаете, теплый оттенок, не очень-то мне нравится такой теплый, я бы не сказала, что я довольно таким теплым, вроде бы он как в упаковке, он кажется темнее, а на свету, может быть, я его мало нанесла, но на свету он вообще не похож на то, что я наношу в упаковке, и на руке такой, да, видите, рыжулька тоже, насколько я любитель натуральных оттенков, для меня этот оттенок слишком теплый, и мне кажется, что он не сочетается с, ну, тут синий понятно, да, вот, как-то вот не так, слишком теплый, не хватает чего-то, знаете, заземлить, чего-то более холодного, более прохладного, ну, вот, даже этот же хотя бы черный цвет, это я уже из другой палету беру, потому что тут мне прям не очень нравится, да, то есть хотя бы черненький, кстати, черненький тоже такой неплохой оттеночек, я макнула чуть-чуть, вот он сейчас расходится, расходится, тени шикарные, девчонки, вот по консистенции, по качеству, мне понравились очень, тут, конечно, да, смотрите, одной маленькой точечкой я исправила все, то есть вот эти вот рыжульки, они хорошо пойдут как под ложечка, под ложечка под основную массу теней, но никак не самостоятельные, лично для меня, для моего цветотипа, слишком уже не рыжеваты, да, вот тут еще черненького хочется добавить, да, ну, и вот сейчас легко нанести, получается, уже тушь, подводку, все, что захочется, тут я понимаю, а сами самостоятельные рыжульки, нет, мне не понравились, так, следующие тени, сразу же хотела накраситься, забыла показать в очной руке, и так, я не знаю, как их сочетать друг между другом, да, потому что, во-первых, зеленый, он очень-очень яркий, не скажу, что он такой, знаете, твердый, он очень отличается, а этот коричневый, очень симпатичный, да, то есть, ну, давайте будем пробовать, если честно, прям даже страшно, да, то есть, где набираю, я не знаю, много это или мало, ну, зеленые не очень пигментированные, видимо, такие легкие, светлые, или, может быть, раскрасится, но такое, не очень-то, да, заметно, то есть, такой легкий оттеночек, кстати, наносятся они очень комфортно, и я не могу сказать, что они прям супер пигментированные, ну, да, неплохо, как самостоятельные, кстати, подойдут неплохо, да, коричневый, более такой пигментированный, давайте поставим бочоночек, и поедем, они какие-то суховатые, да, если те, они прям хорошо пигментированные, их надо чуть-чуть, то эти какие-то суховатые, ну, эти из одной серии разные тени, ну, такое и в Фаберлик встречается, то есть, они не такие уже рыжие, у них цвет уже более такой благородный, приятный, да, то есть, ну, все равно они идут с рыжинкой, хочется чего-то такого, ну, и, конечно, сочетание цветов, честно скажу, мне не очень понятно, вот, зеленый с коричневым, в принципе, нормально смотрится, да, зеленый с коричневым, ну, коричневый тоже, как самостоятельный, на мой взгляд, слишком сильно рыжит, хотя, вот этот вообще, он как подложечка, ну, вживую, честно вам скажу, он так не рыжит, как сейчас, вот, рыжит на камеру, я не знаю, почему, может цвета убавить, тушуется хорошо, без комков, наносится тоже хорошо, все комфортно, да, то есть, если синий, видно было, что мне некомфортно из-за того, что он слишком пигментированный, то этот неплохой вариантик, да, то есть, ну, нормально, ну, что скажу, отличные тени, не знаю, как по поводу солнечный ирис, вот эти три, вот, конечно, вот это вот изумрудное дерево, они самые низкопигментированные, его надо побольше, они ложатся сухо-сухо, так необычно, да, вот этот розовый песок, слишком яркий оттенок, да, то есть, слишком светлый, ночная дымка великолепна, тут до такой степени какие-то вот напитанные классные тени, вот, и, в общем-то, понравилась эта линейка, можно что-то с чем-то сочетать, здорово, как бы нареканий нету, вот эти вот просто суховаты слегка, вот эти двое, прям огонь, прям огонь, но их тоже надо с чем-то сочетать, два оттенка, это слишком мало для макияжа, дальше полетели, значит, такие вот оттеночки, летняя ночь, 3209, это морской пейзаж, который я нечаянно поколотила, да, 3213, далее идут цветущие сады, а, цветущие поля, кстати, очень красивая палитра, 3213, 3212, и зеленый сад, 203, 210, у него прямо у одного такой длиннющий, длиннющий артикул, итак, цветущие поля более яркие, чем в каталоге, это сразу кидается в глаза, морской пейзаж тоже более яркий, чем в каталоге, абсолютно другой оттенок, и летняя ночь очень похожа, да, то есть, но, вот этот вот серый и серый, ну, прям, я не знаю даже, ну, может быть, что вот это матовый, а это с блесточками, да, более шиммерный такой, может быть, что тут разница какая-то идет, мы сейчас увидим с вами, ну, что ж, вот этот, значит, вот этот черный мы с вами уже обсудили, давайте 3209 посмотрим, значит, белый очень такой приятный, серый, что-то я не по порядку, да, начала, белый с серым, что-то такое вот у них тут есть, блестящее, но они оба, как вы видите, такие белесенькие, да, значит, вот этот серый, он получается такой матовый, больше похож, знаете, на этот, на зеленый цвет, но макияж, конечно, получится холодный с этой палитрой и черный, черный очень достойный, я его вам показывала, как я его уже наносила, он прикольный, да, я думаю, что вот эту палетку не стоит на себя наносить, потому что, я думаю, предсказуемо, да, видно, какая она, что с ней, а как она нанесется, да, какие у нее тут цвета, оттенки, все видно, все понятно. Далее морской пейзаж, тоже черный тут, точь-точь такой же, нет, кстати, тут черный менее яркий, чем в первом варианте, морской пейзаж 32-13, так, значит, черный оттенок, голубой, который я раскрошила, кстати, неплохой такой голубой, этот с такими вот крупными блесточками, серый и синий или ярко-голубой, васильковый, не знаю, как это назвать, обозвать, ну, давайте, вот этот черный рядышком, он, кстати, чуть-чуть другой, более такой истинный черный, нежели вот этот, да, то есть, я думаю, видно разницу, этот более теплый черный, это более холодный черный, так, голубой, это матовый, как я понимаю, этот с блесточками, кстати, очень красивый, да, поплескивает классно, и вот такой вот мысильковый, этот тоже идет полностью матовый, так, я уже светлые оттеночки, так, ну, как вы помните, тут еще такой спонжик есть, но я спонжиками не пользуюсь, я буду пользоваться вот этим делом, ага, раскрошился, ну, то есть, если вот так вот начать, сначала голубой, да, то есть нанести, ну, такой, видите, легкий, светлый, приятный, голубенький, больше выбеливает, чем голубит, да, потом, значит, можно взять более насыщенный синий цвет, хотя не больно-то и заметно, что он более насыщенный, ну, хотя нет, он уже голубит, более-менее, да, то есть вот так вот взять, ну, потом я так предполагаю, серый, потому что, знаете, обычно, как бывает, хочется чего-то такого, если блестящего в центр глаза нанести, то это, этого не хватит, то есть он может пойти, я так понимаю, как подложечка, давайте прям другой возьму, другую кисточку, посмотрим, как он набирается, что-то есть, да, то есть блестки так тут не очень-то заметны, пока нижний глазик, если попробую, ну, такой, светло-серый, я бы сказала, посыпался немножко, ну, это не столь суть важно, так, такой еле-еле, уже, так сказать, заметный, да, по сравнению с этим голубой, ну, и черный, холодный-черный, мне, конечно, интереснее всех, набрала много, будем смотреть, как-то, скромный-черный, может, я зря думала, давайте еще раз наберем, ну, если тот черный прям супер-класс, то этот черный, ну, такой, скромненький, ну, то есть он, оказывается, отличается, вот кисточкой ложится хорошо, то есть вы с ним не преоблачите лишнего, глазу не дадите, мне вот это нравится, постепенно, когда наносится, мне нравится, а не так, что шлеп, и ой-ой-ой, сколько много, так, ну, неплохой вариант, конечно, узнаем тени и получше, встречаюсь, встречаюсь с тенями получше, так, сколько они стоят, 300 рублей, ну, да, двухцветные, мне больше нравится, чем эти, честно скажу, как-то нет, вот эти голубые, я не скажу, что и один, как-то нет, так, фиолетовые, грубо говоря, давайте начнем с них, значит, розовый, такой, еле-еле заметный розовый, можно даже на все веками внести, далее такой вот, красивый, фиалковый, ну, его тоже видно, но не очень-то видно, то есть он больше, скорее всего, он больше выбеливает глаз, чем дает цвет, да, так вот, следующий оттенок, может быть, лиловый, темный лиловый, или коричневый, ой, ну, давайте возьмем лиловый, лиловый, очень достойный, хорошо так наносится, его сразу видно, кстати, вот голубой, фиолетовый, это беда многих компаний, но тут, я бы сказала, что неплохо, 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 то есть он наносится, наносится хорошо, но без зеркала мне очень неудобно, на камеру он смотрится ярче, чем в живую, тушуется он не очень хорошо, даже на сухом веке, без подложки, поэтому тут имейте ввиду, что светлым его захочется откорректировать, так, еще пока без тушевки, возьмем коричневый, вот этот вот, коричневый оттеночек, очень хочется мне его попробовать, он такой, знаете, суховатый же, да, коричневый такой, какой-то не до коричневый, да, то есть у него красивый цвет такой, интересный, то есть видите, он такой светлый, в общем, черный мне один тут понравился, коричневый тоже, не скажу, что он как-то даже с этим цветом перемешивается, я бы не сказала, сам по себе цвет красивый, очень красивый, как подложка подойдет, но не более, в общем, я так понимаю, тут надо выбирать или светлый, или фиолетовый, или коричневый, потому что, все вместе, я не поняла, как наносить, он один другого, он как бы, как будто бы, выталкивает, что ли, и получается, сочетания не очень-то красивые, обычно, знаете, когда бывает палетка теней, ну, вот взять этот же, даже, фаберлик, там все тени между собой, то есть, палетка продумала, и там все тени между собой, они сочетаются тут же, вы нанесли один цвет, и хочется стереть второй, то есть, на выбор, нужно, нужно выбирать, ну, вы знаете, как я наношу, да, тени фаберлик, давайте еще, прям, пушистый, такой, хороший, толстый кисточка, правда, она у меня уже такая, в таком состоянии, но она моя любимица, попробуем еще фиолетовый нанести, ну, нет, нет, не то сочетание, как бы я ни старалась, один другой перекрывает, и все, как-то непонятно, зачем сочетать несочетаемые, и зачем они эти цвета дали, да, то есть, ну, вот, как самостоятельное, может быть здорово, но, ну, да, что-то васильковое есть, васильковое поля есть, но, я не вижу, да, то есть, видите, одно другое стирает, так, следующая палетка, чуть позже сниму с почки, что-то я забыла про них, да, то есть, сначала наносим под ложечку, потом такие вот ненасыщенные зеленый оттеночек, такой легкий, еле-еле заметный, кстати, третий оттеночек, вот этот вот зеленый, он вроде бы хорошо на кисточку набирается, да, но вот, как тени, как тени тоже неплохо ложится, ой, наносится, наносится, на этот, да, его прям нужно ложить, иначе он растушевывается, и девается куда-то, то есть, такой вот, легкий зеленый отлив получается, хотя, средний, я так сказала, может быть, влажным способом, конечно, попробовать нанести, но нигде заниматься не очень хочется, так, давайте добавим зелень, в глазик отца, они слегка осыпаются, но это легко убрать, тут ничего страшного в этом нет, ну, и как обычно, с коричневыми, непонятно, как сочетать, да, то есть, вот, я нанесла коричневое на другой глаз, на этот, да, ставлю бочоночек, нашлю, ух ты, да, бывает, бывает, рука была грязная, ну, тут, ладно, не столь серьезно, да, ставлю бочоночек, начинаю тушевать, и зеленый становится, куда-то девается, потому что, ну, непонятно, да, то есть, вот, получается, такой лицет, как сейчас, с другой стороны, и причем, они, реально, то же самое, что фиолетовый, как их сочетать, ну, я не знаю, то есть, или, я так понимаю, или брать другой, оттеночек, то есть, я не скажу, что я доволен пигментацией, вот, давайте, беру любые тени, фаберлик, 57, 38, я взяла, 57, 38, вот, я беру коричневый, да, то есть, вот тут коричневый, тут я беру коричневый, да, то есть, я ставлю, один небольшой бочоночек, и я прям, сразу вижу, вот эту вот, пигментацию, когда я начинаю тушевать, тени, остаются, на глазу, они остаются, везде, я их могу наложить, вот оно, пошло дело, да, то есть, все, поехали, как говорится, поехали, да, на-на-на, да, то есть, макияж получается, быстро, на раз, два, три, тут я этот коричневый нанести не могу, у меня не получается, то есть, берем более темный сейчас оттеночек, да, также ставим бочоночек, поехали, да, прям поверх тени и беси, то есть, вот таким вот образом, крошечку все легко убрать, то, что они крошатся, это нормально, потому что я пользуюсь кистью, да, то есть, я подвела низ, подвела вверх, все отлично, то есть, тени видно, тени есть, тени видно, тени есть, как бы, мне все нравится, то есть, можно тут побольше сделать, когда века, выпускается, мы с вами видим, что не особо-то и видны эти тени, из-за тяжелого века, да, я слишком глубоко туда нанесла, но у меня все отлично, проблем нет, я уж, знаете, засомневалась в себе, что ли, потому что, ну, вообще, как бы, если светлые оттеночки мне нравятся, я могу ими где-то что-то, какие-то излишки подкорректировать, они действительно так блестят, прикольно, приятно, да, то есть, то тут, я не знаю, вот, любой оттенок берешь, его реально видно, вот, ты его наносишь, берешь, красота, красота, этот берешь, светлый, наносишь, навек, вот, я его сразу вижу, да, видите, да, то есть, я думаю, вы тоже видите, то есть, вот эти вот тени за 300 рублей, мне кажется, они слишком дешевые, чтобы быть хорошими, потому что 300 рублей, для теней, это, может быть, одна штучка, одна тенюшечка должна стоить, да, потому что сейчас, в наше время, конечно, цена, завышенная, это, я не скажу, что круто, да, то есть, когда тени бюджетные, то они должны хоть какую-то функцию выполнять, да, то есть, если я сейчас отряхну кисточку, да, у меня тут полотенчик лежит, и захочу другой глаз поднакрасить, то я буду долго мучиться, и у меня не получится этот эффект, понимаете, они как будто куда-то вот исчезают, и цвет какой-то вот, не знаю, грязноватый, да, то есть, вот, красишь, красишь, и где-то их нет, то есть, то же самое с зеленым оттенком, вот, я его хорошо так наношу, но я не могу его увидеть на глазу, то есть, он есть, дает, но какой-то, не знаю, грязный какой-то перелив, еще что-то, да, то есть, зеленые мне тоже непонятны, хотя, в целом, неплохо, но вот тут, видите, я нанесла, и я сразу вижу красоту, я сразу понимаю, что я сейчас сделаю подводку, я сделаю реснички, далее, значит, 3313 тушь, тоже хочу попробовать, при вас ее сразу же, то есть, это такая вот цветная тушь, красивая, неплохо, хотя бы тушь на ресницах есть, да, очень даже, очень даже неплохо, вот такая вот фиолетовая, красивая, и, кстати, тени, сочи, не снимала, я думаю, смысла нет, я вам их не рекомендую, покупать, вот эти четверные тени, не рекомендую, а вот двойные, неплохие тени, очень даже хорошие, вот у нас, знаете, в компании Faberlic, недавно вышла, обновленная линейка, запеченных теней для век, вы не подумайте, что у меня прям цель, обкакать полностью биоси, да, и сказать, это плохое, это хорошее, а у нас да круто, я понимаю, что мы и биоси, лидеры биоси, это уже, во-первых, одно целое, я полностью принимаю эту продукцию, и даю адекватную, свою личную оценку, кому-то этот продукт может понравиться, и я, конечно же, не хочу быть изрядом тех людей, которые, вот, да, я говорю, как мне нравится, парфюмерная вода, начинаю рассказывать, как мне нравится парфюмерная вода, кто-то мне в комментариях пишет, фу, я говорю, так что, ты же можешь не наносить эту воду, нося ты не можешь, да, то есть оскорблять, там, вкус, чувство, там, консультантов, других людей, я не собираюсь, да, но, сложно хвалить, когда, действительно, нету желания, понимаете, вот, если тени дешевые, и они низкопигментированные, то, я так и говорю, да, то есть, вот эти вот тени двушечки, классные, тушь, нормальная, да, вот эта вот фиолетовая, очень даже симпатичная, кстати, с зеленым, не совсем смотрится, но это, как бы, нормально, да, то есть, вот, тушь, клевая, мне понравилась, еще есть такая вот тушь, 3314, такая вот яркая синяя красавица, давайте посмотрим, как она будет смотреться, сразу же, да, видно, что она хорошо наносится, ну да, синяя тушь тоже, как бы, как фиолетовая, такой, неплохой вариант, мне нравится, размер кисточки нравится, я не скажу, что она прям, супер объемная, но тушь неплохая, прям ничего такая, я довольна этой тушью, нижние реснички тоже, хорошо так не склеивает, она остается такой, ярковатой, вот, да, то есть, если вот это вот высохло первое, то, это тоже сейчас подсохнет, она не будет такой, супер яркой, ну и не будет супер бледной, а это тоже очень приятно, так, далее у нас с вами пойдут карандашики, так, значит, первый, 3124 розовенький, давайте с вами, он прям, знаете, такой, мягкий, перламутровый, блестящий, я специально сейчас нанесу потолще, он сойдет как помада, да, то есть, вот он прям такой, такой интересный, он сойдет как помада, прям он вот такой вот блестящий, перламутровый, я не знаю, мне не очень нравится, вот такой вот, так, следующий, 3125, это такой вот, очень даже симпатичный теночек, я бы сказала, то есть, он уже не перламутровый, он идет чисто матовый такой, так, ну, неплохой, хорошенький такой, матовый, прикольный цвет, 3126 черничный, я почему-то, когда его заказывала, я думала, он будет какой-то вообще темный, а он очень даже симпатичный, такой цвет, да, можно его этот с этим перемешать, да, то есть, тоже будет неплохой такой вариантик, ну, то есть, черничный, вы знаете, вживую он потемнее, чем сейчас вот на камере, прикольный такой, прикольный, ну, темноватый, конечно, вот, ну, я думаю, нужно его откорректировать любым другим оттеночком, последний, 20327, сливовый, да, яркий, кстати, красивый такой оттенок, я думала, он будет какой-то немножечко синюшный, нет, ребят, он вообще не синюшный, красивый цвет, то есть, название, да, то есть, в общем, название цветов не совпадает с действительностью, это не очень-то сливовый, на мой взгляд, очень симпатичный оттенок, прикольный, так, ну, что ж, мои дорогие, обзор, опять-таки, очень длинный, не буду вас дольше задерживать, будут еще новинки, гора, гора, гора новиночек, интересных и не очень, клевых и не совсем, ну, в общем, все как обычно, с вами была Куннова Аня, проект Фаберлик Онлайн, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что-то в последнее время мало комментариев, я расстраиваюсь, напишите мне, пожалуйста, что-нибудь, всем пока-пока, пока-пока.